Доброе утро, дорогие друзья! Ночь в Белгородской области прошла относительно спокойно. Вчера в районе двух часов ночи в ЖВЖ и Шебекинского округа слышал, что обстрелы территории продолжаются со стороны вооруженных сил Украины. Более двух с половиной тысяч человек находятся в пунктах временного размещения в Белгородской области. Тоже уже ночью люди практически все спали, проехал, посмотрел, как устроились. Конечно, условия достаточно непростые. Непростые в том, что огромные спортивные объекты, где находятся сотни кроватей, где спят и взрослые, и маленькие, и пожилые, и молодые. Конечно, сейчас будем заниматься, искать возможности пути расселения в более комфортных местах проживания. Например, первые 200 человек уедут в Яковлевский городской округ. Вчера уже с главой Олегом Александровичем определили место их размещения. Ну, по остальным тоже будем принимать решения. Много вопросов, которые задают жители Шебекина и приграничных сел. Ну, начиная, кто будет оплачивать коммунальные услуги, что с нашим имуществом, кто его охраняет, что с работой, что с моей ипотекой. И много-много разных вопросов, которые есть у каждого человека, который сейчас находится в очень сложной ситуации. Наша задача – помочь каждому. Задача непростая, но уже больше года мы занимаемся. Хотя определенный опыт есть, надеюсь, что сейчас сможем максимально быстро организовать работу по решению конкретных задач, которые есть у каждого человека, у каждой семьи. Обязательно проеду по пункту время размещения в течение дня. Буду вас информировать, уважаемые друзья. Продолжаем отсылать или направлять детей из приграничных сел, из Шебетинского округа, к нашим хорошим товарищам, друзьям, соседние и не очень соседние регионы. Например, сегодня около 100 человек с семьей уедут в Липецкую область по приглашению Игоря Артамонова, губернатора Липецкой области. Также около 100 человек детей уже будут направлены в детские оздоровительные лагеря, как Липецкой области, так и Савропольского края. Будем стараться сделать все, чтобы у детей, несмотря на то, что им уже пришлось испытать, было яркое, счастливое, запоминающееся, хорошее и здоровое лето. Всем доброго дня, здоровья и добра! Субтитры создавал DimaTorzok